Девушки отдыхают 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 Диджей мог бы приехать в Бучач, современный балет в Жмеринку. Но события такого масштаба, к сожалению, не проходят в отдаленных от столицы городах. Решить эту проблему может культурная децентрализация. Децентрализация, слово, конечно, такое уже гнетущее, учитывая наш геополитический контекст. Но вот объясните, пожалуйста, как вообще восприняли местные жители Бучача, Жмеринки вот эту инициативу? Ну, на самом деле реакция была очень разной, не скажу, что даже всегда позитивная. Некоторые действительно восприняли это как злые шутки, потому что первым делом, конечно, люди читают крупно выделенные тексты. Им кажется, что ну вот, наконец-то это случилось в Жмеринке, в Бучаче. Но в реальности, безусловно, таких звезд привезти туда сейчас нельзя. Поэтому мы даже получали какие-то гневные письма или звонки по поводу того, что ну нехорошо же, вы же серьезная организация, зачем же так? Вот, но основной идеей, которая была за этими плакатами, у нас была как раз вот необходимость привлечь внимание, в том числе и население, к тому, что ничего не происходит в городе. И когда это постоянно в фоновом режиме, они не обращают внимания, что все громкие вещи, они где-то там далеко. Да, но если это актуализировать, если напомнить им, грубо говоря, об этом, они могут сами себя спросить, а можно ли что-то здесь сделать. И еще хочу подчеркнуть, что те города, которые мы выбрали, маленькие города, это, ну они не рандомно, не случайно мы именно туда обратились. Из этих городов у нас в нашем проекте большом есть участники, то есть там в этих городах есть культурные инициативы, есть культурные активисты, которые планов громадьё, которые активно очень работают, которые имеют интересные идеи. То есть на самом деле культурная жизнь в городах есть. Но она заметная вообще? Это всегда сложно привлечь внимание аудитории к чему-то. А почему? Ну я не могу, вот сейчас я не могу понять, в чем вопрос. Или населению все равно, потому что много проблем, или же вот эти культурные инициативы не находят общий язык, то есть они не умеют транслировать свою идею тем языком, который бы их восприняли. То есть не обязательно, конечно, одеть шаровары и там, ну не знаю, гопак станцевать, чтобы всем понятно. Ну вот как-то в чем вопрос? Ну вы лучше знаете. А вопрос этот есть, он великий, я бы сказала, и он актуален не только для Украины, а для любой страны. Вот нам приезжают регулярно наши немецкие эксперты, которые всегда говорят, что одна из самых сложных задач – это вот путь от мытца к его аудитории. Почему? Да, потому что люди привыкли жить какими-то такими более-менее наработанными механистичными маршрутами, они мало смотрят по сторонам, они не всегда ищут какого-то такого культурного досуга. Если они его ищут, то обычно тот, который они уже знают и пробовали. То есть там опера, значит, самое главное, опера или там кино, то, которое рекламируют. Их сложно бывает раскачать на то, чтобы попробовать что-то новое, оригинальное, то, чего они еще не делали. Поэтому да, тут такая сложность безусловно существует. Да, вот вы говорите культурная децентрализация. Во-первых, с вашей точки зрения, кто должен провести эту децентрализацию? Или это должны быть инициативы на местах, которые должны, не знаю, как-то проявлять себя лучше? Или же это должно как-то способствоваться, не знаю, тем же Министерством культуры, которому очень много вопросов у всех? Танго танцуют двое. Украина взяла на себя определенные обязательства по поводу того, что она будет проводить децентрализацию на разных уровнях и в разных отраслях жизни. Культурная децентрализация во многом, то есть не на 100%, но существенным ее аспектом является аспект финансовый. Сейчас как формируются культурные бюджеты в небольших городах, вообще на местах? Они приходят сверху, снизу отправляется какая-то программа на утверждение, опять же, наверх, и наверху принимают какое-то решение. Да, нет. За время, пока эти предложения ходят туда-обратно, происходит усушка и утруска, от чего-то отказываются. Где-то там бюджет уже ушел куда-то в другие места. Да, если децентрализация, в первую очередь бюджетная, будет проведена, у местных громад будет больше возможностей. У них будет вот какой-то бюджет, и они будут нести за него ответственность. Исходя из него, они будут принимать решение сами. Нужно там в жмеринке диджея или балет или еще что-то, ну, мало ли, вдруг захотят на все деньги угульнуть и Скорпиенс пригласить. Это будет их право. Да, только кто это решение будет принимать? Ваше предложение какое? То есть это будет, не знаю, там, чиновник, если раньше в министерстве, то теперь это будет чиновник, не знаю, там, в облсовете или в горсовете, который на свой рассудок будет решать, что хорошо и плохо? На самом деле, да. Ну, то есть есть определенная законодательная схема, которая даже входит в децентрализацию и не будет полностью там отменена. Безусловно, решение формальное будет принимать чиновник, и его подпись будет стоять на документах. Но, ну, когда это будет происходить, вот это активное общество этого города или, там, не знаю, БГТ, села, чего угодно, если оно захочет, оно будет знать, что ответственность вся здесь или на 90% здесь. И они-то точно знают, кто у них там, ну, если захотят, они смогут узнать, кто начальник управления культуры. Пойти к нему и поставить ему вопросы, это уже проще, чем пойти к господину Кириленко, который, то есть теоретически это должно действовать как-то так. На практике, как оно реализуется, как быстро мы придем к той схеме, когда, вот, действительно, у местных жителей будет возможность непосредственно влиять. Но это пока сложно сказать, но оптимизма терять мы не будем. Да, ну, вот, например, вот раньше, еще до оккупации Крыма, в принципе, в Коктебеле, ну, город маленький, и дорога там, в принципе, которая ведет Коктебель, она одна, ну, она одна. И не особо хорошая, но там проводился такой джаз-фестиваль на очень высоком уровне. То есть в Крыму, там, как этот фестиваль электронной музыки, Казантип, тоже. Казантип, вообще-то, стал меккой всех любителей электронной музыки во всей Европе, потому что про Казантип знали все. Вот я был в разных странах Европы, но Казантип, о, very good. Я там не был, ну, наверное, very good, вы там были. Да, отлично, я видел фотографии, очень отлично, правда. Вот, и что все, ну, а до этого еще много лет тому назад было в Каховке, да, если не ошибаюсь, Славянский базар, правильно это, или как он назывался? Ну, что-то вроде бы, был фестиваль. Да, тоже, опять-таки, потом, это я уже помню, что этот фестиваль умер, когда его перевезли в Киев. То есть он просто никому был здесь не нужен, потому что здесь выступали на этом фестивале артисты, которым и Киев уже наелся в течение года, и так далее. А что, в Украине больше нету вот таких маленьких городов, которые предлагали бы вот что-то большее? Ну, это сложный вопрос. Маленькие города стараются работать над собой, что называется, какие-то вещи они предлагают. Чего-то, что прозвучало бы настолько громко, как вот, ну, прозвучал и Джаз Коктебель, и Казантип, сейчас, ну, вот, к сожалению, пожалуй, да и нету. Но это вопрос, должно сойтись много факторов, да, то есть в том случае сработала частная инициатива, потому что и Джаз Коктебель, и Казантип, да, там у них финансирование их шло не от государства, и согласование там государство требовало значительно меньше. Вот, плюс был какой-то определенный курортный потенциал, да, то есть Крым сам по себе, безусловно, это особенное место, и сейчас, ну, на какое-то время мы можем забыть об этом. Поэтому, ну, должно быть много факторов, но это не значит, что это, в принципе, невозможно. Более того, можно проводить какие-то не столь громкие вещи, то есть не обязательно замахиваться сразу, там, на аналог Оскара или, там, Грэмми. Вполне можно делать какие-то, вот, например, в Полтаве, ниже там проводится эта Сорочинская рекомарка, да, это тоже весьма масштабное мероприятие, которое, ну, там, собирает стабильно свою аудиторию, у них много вещей интересных. Люди едут, они хотят это делать, при том, что у них, насколько я знаю, ну, то есть вопрос пиара всегда стоял сложно, да, о них особо не пишут, особо не показывают, это не мешает им своих людей собирать. Ведь вопрос взаимодействия с масс-медиа, он тоже важен. Я тебя больше интересуют какие-то очень горячие темы, более чем, там, фестиваль борща в каком-нибудь, там, условном Тернополе. Ну, я бы поехал на фестиваль борща в Тернополе. А, у нас есть фестиваль борща, по-моему, правда, не в Тернополе, но он есть, однозначно, есть фестиваль Геронова. Были бы деньги, я бы туда отправил бы съемочную группу, но, к сожалению, все упирается всегда вот в отсутствие денег. А вы знаете, вот я вот как раз вот готовясь к этому эфиру, вот знаете, на что я подумал? Что, в принципе, по большому счету, Киев – это тоже периферия. Вот в Киев тоже не приезжают Пинк Флойд, например, да, вот Роджер Уотер со своим концертом «The Wall», он не приедет в Киев. Или, например, я очень люблю смотреть британский театр, в кино только, к сожалению, потому что Камамберч и, например, со своим, не знаю, там, Франкенштейном или еще другим, он не приедет в Киев. Бродвей тоже не приедет в Киев. И мы все, это тоже такая периферия. Вот, например, даже вот фильм, за что я очень благодарен Гетт Институту, «Виктория», фильм «Виктория», немецкий фильм, снятый одним кадром больше двух часов. Это как стрим за великолепные истории, там, дружбы, любви, не знаю, там, бандитский Берлин, ну, все там есть в этом фильме, я очень рекомендую смотреть, тем более, что скоро он выйдет таки в кинотеатрах. Мы тоже периферия. Как нам, Киеву, столице, избавиться от вот этой периферийности? Это вопрос, ну, не знаю, отдельный, я бы сказала. Тут сложно даже... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вопрос о том, как выводить Киев на международную орбиту, он должен решаться в порядке живой очереди. И, наверное, уже после того, как будет решен немного вопрос культурных инициатив на местах. Потому что Киев сейчас и так действует, как пылесос, который вытягивает там все то более яркое, что есть в регионах. Все знают, что надо ехать в Киев, это единственная возможность пробиться, единственная возможность найти финансирование, единственная возможность что-то сделать. Так быть не должно. Если эти люди останутся на местах, где у них есть там, ну, большая поддержка вот самой аудитории, они смогут сделать что-то другое, что-то, что прозвучит в тех местах. Тема того, как Киеву стать новой, там, культурной столицей Европы, она тоже будет, ну, ее можно будет поднять в определенном будущем. Это же не зависит от столицы, культурной столицы Европы, ну, просто чтобы в Киев тоже приезжали, но не отсылали кассеты, да, там, с выступлениями великих актеров, а приезжали они сюда, чтобы мы их видели. Чтобы быть реалистами, это не произойдет, пока не завершится война, потому что мы сталкивались с этим, ну, то есть я лично, как человек, и там, мы, как организация, сталкивались с тем, что люди боятся, просто боятся ехать туда, у них нет там полной и достоверной информации о том, что происходит. То есть не все европейские и мировые СМИ подают то, что происходит у нас, ну, там, ну, не у всех есть даже понимание того, что просто Киев безопасный город сейчас. Ну, да, он не менее опасен, чем Рим, например. Ну, да, и он, как бы, не более опасен, чем он там был пару лет назад. Потому что как раз перед теми событиями, которые нас привели, в ту точку, где мы находимся к нам, участились визиты иностранных исполнителей, вы сами помните. Многие приезжали, ну, попса, да, но это был первый шаг, и можно было на что-то надеяться. Сейчас, конечно, ну, люди не понимают, что военные действия от города далеко, они боятся терактов, особенно на фоне общей ситуации в стране. Тут сейчас с этим сложно что-то сделать, нужно переждать. Вот, например, мне даже интересно, какую роль сыграет тот фильм «Уинтер он фаер». Ну, «Зима в огне», который сделала Netflix, американская корпорация, ну, компания, которая производит фильмы, сериалы и так далее. Вот сейчас вот этот фильм, документальный фильм, он попал в шорт-лист, ну, то есть 15 там имен, которые претендуют на «Оскар». Мне даже страшно теперь, какая-то будет реклама Киева-Украина или антиреклама, потому что там, в принципе, кадры сильные. Да, с одной стороны, могут восхищаться, ну, как бы, волей, там, темпераментом украинцев, с другой стороны, подумают, ну, какие-то вы агрессивные. Вот интересно даже. Ну, знаете, о чем я хочу с вами еще поговорить? Вот буквально, сколько, ну, через считанные дни будет ровно год, как в нас вступил в полномочии новый кабинет министров. Это вторые камикадзе. Ну, это уже Яценюк говорил, но не суть. И уже почти год, ну, буквально осталось несколько дней, как министр культуры, он же вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, вот, Вячеслав Кириленко. Я в течение всего года, причем с самого начала, слышал очень много критики в его адрес. И потому, что он не встречается с активистами, и потому, что Кириленко торжествляет собой какую-то такую украинскую шароварщину, а не что-то новое, что Украина действительно может предложить на мировом уровне. Вот какое мнение, вот, лично ваше, и какие у вас с министерством за отношения, то есть не у вас лично, а вашего института? Это сложный вопрос. На самом деле, я могу озвучить свою точку зрения, но от имени организации я как раз комментировать не буду, потому что это политический вопрос. Нет, конечно, конечно. Отношения с министерством вполне приемлемы у организаций, такие, как они, в общем-то, и были. То есть, безусловно, крупные международные организации или крупные национальные организации, они имеют определенные приоритеты, им проще общаться на таком уровне, чем отдельным активистам. Но мы много общаемся в поле, мы много общаемся там с людьми, которые работают в этой сфере, и да, можно сказать, что, конечно, ситуация сложная. Многие напряжены, есть определенный конфликт, скажем, да, то есть, и, ну, конфликт не конфликт, но коммуникация в этом поле однозначно не проходит так, как она должна была бы в идеале идти. И это вопрос, который тоже должны решать, ну, скажем, я бы сказала, что, наверное, здесь инициатива должна исходить от власти, так как, ну, от активистов было много призывов, не все они были корректны, но, тем не менее, они неоднократно озвучивали свои позиции. Ну, от власти, то есть, вы имеете в виду, то есть, Яценюк должен уволить Кириленко, грубо говоря? Ну, опять-таки, знаете, вот почему, я вот себе тоже задаюсь вопросом, а почему людям вообще должно быть это интересно, да? Вот это вот борьба культурной, может, простите, культурной тусовки, да, против министра Кириленко. Ну, вот кого-то вообще должно интересовать. У нас тут как бы война с Россией, цены растут, зарплаты нет, а вы тут непонятно, чем занимаетесь. Вот почему, вот, например, вот, грубо говоря, не знаю, там, бабушка какая-то, даже моя бабушка должна прийти на условную какую-то акцию против Кириленко и поддержать вашу точку зрения? Ну, во-первых, опять же, это не то, чтобы это была моя точка зрения. Я считаю, что, возможно, было бы вполне достаточно, если бы господин Кириленко пошел на открытый диалог, да, то есть, ну, процесс важно начать. Сейчас это как-то вот, ну, тут не происходит. Что касается того, почему культура важна, вот, поверьте, мы очень много обсуждали этот вопрос на всех мероприятиях, которые проходят, рано или поздно этот вопрос поднимается. Ответ на него есть. Я занимаюсь, помимо моей основной работы, волонтерством, я помогаю в армии, ну, как многие сейчас, наверное. И вот мы общались, там, с представителями нацгвардии, например, и они мне озвучивали такую фразу, она мне очень понравилась, о том, что, кроме министра обороны, единственный пост, который еще имеет значение, это министр культуры. Потому что можно выигрывать, там, войну, можно побеждать в каких-то отдельных боях, но в результате все равно можно получить недружественную территорию. И у нас есть недружественная территория, но не стоит скрывать, да, есть на тех территориях, которые сейчас не под контролем Украины, достаточно людей, которые не хотят вернуться под этот контроль. Да, и даже среди тех, которые освобождены, тоже, которые не особо радуют этому. Да, да, есть патриоты, но есть и другие. Есть и нет патриотов. И то, что эти люди, в принципе, есть, это как раз результат того, что в течение многих лет культура была в загоне, в то время как у нас есть мощный сосед, у которого есть мощные ресурсы, которые вкладываются и в культуру, и в пропаганду. И все это влияло, 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 и теперь мы имеем какие-то там ягодки из этих цветочков. И пускай сейчас мы не хотим этим заниматься, допустим, да, там нет бюджета, у нас еще очень плохо, давайте вместо этого покупать бронетранспортеры, но со временем эта проблема никуда не денется. Растут дети, я знаю, что все говорят о детях, но это правда. Ну, это важно, ну, это важно, не только говорить, еще делать, ну, потому что все говорят. Ну, вот те же наши военные, они, например, на собственной инициативе, они мне рассказывали об этом, ездят вот в те села, которые освобождены, пытаются там общаться с подрастающим поколением, ходят на уроки, рассказывают, что мы там не страшные люди, вот почему мы пошли воевать, вот как мы это все видим, и, ну, естественно, это вызывает огромный отклик. В идеале это должно тоже координироваться сверху, это не должно быть частной инициативой. И хорошо, что это все в принципе она есть. Да, и это не должно быть шароварщиной, то есть это всегда можно сделать так, чтобы, ну, как и волки целые, и овцы сыты, но в нашей ситуации пока это все какие-то низовые вещи. Да, есть культурные те же активисты, их много, которые ездят вот туда, в Донецкую область, в Краматорск, в Славянск, они восстанавливают школы, они там тоже общаются с местными населениями, они детей учат, там, не знаю, куклам, мотанкам, рисункам. Это может показаться кому-то мелочью, кто же нас слушает, но это абсолютно не мелочь. Потому что пройдет какое-то время, и, поверьте, ребенок эту куклу-мотанку запомнит, и когда придет его время либо брать в оружие в руки, либо не брать, это может сыграть большую роль. Да, это правда. Ну вот скажите, вот мне вот интересно ваше мнение, как человека, который, ну, работает в этой сфере, да, вот если, там, вот что представляет украинскую культуру? Ну, вот чем мы можем заинтересовать мир? Потому что всегда вот нас не берут туда, нас не берут сюда, нам не открывают визы. А что мы можем предложить, вот кроме своей рабочей силы, да? Вот чем мы можем заинтересовать мир? Чем наша провинция может стать центром Вселенной хотя бы на один, даже на один месяц или на один год? Вы очень так скептично настроены, и зря. Я не скептичный, я, знаете, я вот просто... Ну, вы сами вспомнили «Winter on Fire», а я сегодня видела какой-то... Опять-таки, фильм-то снимали не мы, вот что самое обидное. Так вот дайте мне развить эту мысль. А, ну давайте, да, простите. Я видела тоже какой-то топ-15 самых громких иностранных фильмов в американском прокате, и там туда попал не «Winter on Fire», а «Племя», которое снимал Мирослав Шлабашпицкий, это наш украинский режиссер. Да, знаю, конечно, да, да, да. Да, да. Не контекстно может этого раскладывать, и критика, которую они получили в США, она там великолепна. Его рассматривают тоже как одного из третенента на то, чтобы получить «Оскар». Очень престижная, кстати, категория, лучший фильм на иностранном языке, это очень существенно. Да, тем более на языке жестов. Да, 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 ну это действительно сильный фильм, и он абсолютно заслуженно так был встречен. Хотя в Украине его гнобили, то есть и Слава Шпицкого, и фильм. Ну, это уже такой вопрос, у нас все гнобят, что вырывается из среднего ряда. Вот в Германии, например, очень популярен Сергей Жадан, очень. Он там узнаваемое лицо, и его произведение узнаваемое, широко известное. Я думаю, что он там более популярен, чем здесь. Андрей Курков точно так же очень популярен в Германии, он известен, он издан значительно более активно, чем в Украине. Поэтому, на самом деле, это тоже такой стереотип, что нам нечего дать. Ну, ансамбль Вирского, это такой прям самый банальный. Ансамбль Вирского, хотя, конечно, это нельзя отнесить к шароварщине, несмотря на то, что они носят шаровары. Потому что это великолепное зрелище, да, благодаря Вантуху, который уже сколько лет этим занимается. Он у нас тоже был в гостях в студии, но это человек, перед которым хочется только снять шляпу и слушать то, что он будет тебе рассказывать. Ну, опять-таки, мы все говорим, почему мы этого не чувствуем? Почему мы этого не знаем? Да, вот Жадана знают, узнают в Германии в лицо. А в Харькове его, помню, там избивали за то, что он был за Майдан. Ну, не все харьковчане, не весь Харьков. Ну, была ситуация неприятная. Куркова, ну, кто-то знает, кто-то не знает Куркова, да, ну, что такое. Зато Киркорова знает. Ну, это скорее вопрос к нашему информационному пространству, возвращаясь к интересам Асмедиа и что у нас освещают. То есть тут так очень сложно провести четкую черту. В Украине есть достаточно того, что можно показать, то, что будут смотреть. Более того, что-то там уже видят. Мы просто действительно, это всегда на периферии нашего внимания. Хорошо. Вот из того, что вот видели вы, ваши друзья, что еще не видели там, ну, на Западе имею в виду, и что вы бы рекомендовали очень посмотреть и украинцам, которые тоже мало чего знают о культурной жизни своей страны, в общем. И обязательно бы посоветовали своим друзьям, не знаю, из Европы или США тоже посмотреть на этого художника, там, не знаю, там, на этот балет или еще что-то такое. Это очень сложный для меня вопрос, потому что я в основном книжный червя, я выступаю по литературе, а там есть всегда сложность с переводом. То есть вот я бы, например, сказала, что, ну, там, новая книга Софии Андруховича, она просто прекрасная. Я там какие-то куски из нее по собственной инициативе переводила на английский и сбрасывала там своим знакомым в скайп. Это круто, но тут надо ждать, пока это будет действительно переведено и оформлено. На самом деле сейчас вот то, что происходит на Востоке и в Крыму, оно, к сожалению, ну, вернее, к сожалению, это происходит, но к радости это породило довольно много каких-то фотопроектов и вот какого-то такого визуального искусства, которые действительно, ну, хороши, и я вижу, что они достигают вот своей аудитории. В этом плане, ну, это вот то, что проще всего показать и то, что проще всего объяснить. Благодарю вас, Иоанна Демченко, за эту беседу. Спасибо вам. Оставайтесь с нами. Спасибо.